Спасибо, Татьяна, за хорошее представление. Очень интересные вебинары. И меня заинтересовало обучение, сопровождение написания докторской. Это, конечно, диссертационная работа «Отдельная боль». Тут необходим, конечно, грамотный руководитель, что не всегда бывает в жизни. Ну а тема нашей сегодняшней встречи будет семейное образование. Семейное образование — это те слова, о которых не слышал разве только тот, у кого нет совсем сейчас интернета. Все же остальные в той или иной степени, конечно, слышали это такое словосочетание. Ещё их называют семейниками, нешкольниками, хоумскулерами. Представлюсь. Меня зовут. Пока вы можете написать, что вас заинтересовало этой теме, почему вы присутствуете на этом вебинаре. Какой-то свой вопрос. Пока расскажу о себе, что я являюсь детским семейным психологом. Много лет работала школьным психологом, около 20 лет. Сейчас я сертифицированный, аккредитованный психотерапевт Московского киршталт-института. И, пожалуй, продолжаю работать психологом только в системе дополнительного образования. Встречаюсь с детьми, в основном, дошкольниками. Ну и непосредственно по теме являюсь руководителем семейного альтернативного сообщества, альтернативного образования «Счастливая школа». Если кто-то не успел задать свои вопросы в рамках этого вебинара, то вы можете это сделать по тем ссылкам, которые вы видите перед собой в разных мессенджерах, в соцсетях. Часто, получая от вас вопросы по вебинарам, которые мы встречались в рамках других тем, то всегда встречалась часть вопросов, на которые я не успевала ответить, в связи с тем, что они были по теме, непосредственно об альтернативном образовании. Поэтому много вопросов нас подвигло к тому, чтобы мы непосредственно об этом поговорили. Ну а пока расскажу, что же мы с вами обсудим в ближайшую встречу. Это, конечно, два пусть не деметральных, но всё-таки различных взгляда на семейное образование с точки зрения родителей, с точки зрения педагогов. Посмотрим, как это организовано в мировом сообществе, потому что для нашей семьи это достаточно новый опыт, такое часто встречающиеся явления, как семейники, ну буквально там, ну пять пускай лет, это если хорошо. А в разных странах этому явлению уже насчитывается более двух десятилетий. Обсудим, что же заставляет родителей толкать себя и ребёнка в бурные воды, что же они хотят, что же их так манит в семейном образовании. Ну и, конечно же, обсудим наши сами со стороны педагогов взаимодействия. Чаще всего, конечно, приходится слышать о конфликтном взаимодействии, о столкновении взглядов и интересов. Но мы с вами постараемся осветить этот аспект отношений с другой стороны. Ну и, конечно же, расскажу о своём опыте альтернативного образования. Итак, взгляд педагога. Пока мы говорим об этом, напишите в чате, в качестве кого вы сейчас присутствуете всё-таки на нашем вебинаре, в качестве родителя со своими личными вопросами или в качестве педагога, которому надо научиться или вообще понять, помогать, сопровождать родителей, которые желают или спрашивают или интересуются этим вопросом. Итак, педагоги, когда слышат о семейном образовании, всегда говорят о социализации. Школа — это не только получение знаний, хотя, конечно же, знания в первую очередь. Тем не менее, это коллектив. И нахождение в социуме для ребёнка, в обществе, умение считывать негласные правила, следовать им, уметь инструменты нарабатывать для общения — это очень важно. В классе дети начинают общаться и как в ресурсе, то есть в хорошем расположении, когда мы подготовлены, можно сказать, на коне, так и когда я не выспался, я не успел приготовить, и тоже мы находимся в классе, мы видим этого ребёнка, находящегося в классе, и они умеют продолжать общаться. И педагоги, когда говорят, отговаривают в основном родителей от семейного образования, говорят, что вы этого всего лишитесь, ваш ребёнок не будет иметь этого опыта, не приобретёт его. Вот в таких разных состояниях общаться, с разными людьми общаться, с хорошими и не очень. А та детская площадка, которую часто приводят в пример, ну, в свою защиту, скажем так, родители, формируется всё-таки по принципу нравится, не нравится, короткий час, там, несколько минут перемены между занятиями, и всё-таки это кратковременные встречи, это не встречи такой надлинники, так называемые психологи меня поймут. То есть, когда мы из года в год встречаемся с этим человеком, как в семье, мы встречаемся с вами, когда мы уставшие, когда нет, когда мы поругались, мы тоже кушаем вместе за одним столом, когда мы радостные, делимся радостью. Примерно то же самое встречается и в классе. Вот всего этого момента, у ребёнка, который будет общаться только в социуме, говорят, у него не будет этой возможности научиться так общаться. Второе, конечно же, это невозможно дать полноценное образование. Даже нанимая репетиторов, уж не говоря о том, чтобы родитель сам обучит всему. Как мне говорили, между щами и борщами вы будете учить ребёнка. Что, конечно же, скажется на качестве. Ну и система, сама система, как вы будете учить ребёнка, спрашивают педагоги и родители. Ещё один важный момент, меняющиеся требования, меняющиеся в нашем бушующем море, каждые полгода даже школа не успевает за этими указаниями. Не скажу, что всегда они, эти указания идут на пользу. В школе, тем не менее, школа следит, в контексте находится всех предупрежденных требований на выведение к ребёнку. А родители могут просто не успевать за этим следить. Вот это такие аргументы, которые педагоги высказывают по семейному образованию, когда всё-таки хотят отговорить родителей. Что говорят родители? Родители говорят, всех под одну ребёнку в своей системе гребёте. И моего уникального, самого лучшего ребёночка, который заслуживает другого подхода. Во-вторых, говорят об экономии времени. Этот материал я смогу пройти значительно быстрее дома, один на один с ребёнком. Не нужно столько времени тратить, не нужно 6 часов сидеть в школе. Мы пройдём этот же объём за 2 часа в день, и останется время для отдыха, для кружков, для секций без приутомления. Ну и социализация, та самая камень преткновения для педагогов и родителей. Родители говорят, мы сами создадим среду для своего ребёнка, мы сможем на неё влиять, мы сможем подбирать ту среду, где наш ребёнок будет не белой вороной, а именно найдёт единомышленников, чтобы интересно общаться. Вижу, дорогие друзья, что здесь присутствуют и педагоги, и родители, а чаще всего совмещающие своё лицо в двух эпостасях. «Я по работе педагог, и я же родитель». Да, это то самое, то комбо, которое и было у меня. Вопрос в чате был о том, как я к этому отношусь. Я об этом расскажу в конце семинара, но скажу кратко. Понимаю все трудности родителей, которые встречаются со встречей с такой системой школьной, понимаю их опасения. И первая наша группа детей, которые учатся не в школе, была как раз из детей-педагогов. Вот хочу сказать всем тем, кто является и мамой, и педагогом. И действительно, это то, с чего начинают задумываться как мамы и педагог, обладающие навыками и знающие систему изнутри. Не по наслышке, не по пугающим там каким-то страшилкам и комментариям, а вот то, как это выглядит действительно в реальности. Итак, поговорим об опыте мировом. Мы сказали, что для нас это не такое, чтобы известное явление. Даже когда я пыталась найти статистику по нашей стране, её не так много. цифры говорят, что в России только менее процента детей находят на семейном образовании. Но мне кажется, что это не совсем достоверные результаты, статистики, потому что не учитывают экстернат, что-то там ещё, какой-нибудь там спортшколу, и так далее, и так далее. То есть чистые, которые там подали себя как семейников, да, их вот меньше одного процента у нас. Тем не менее, эта форма обучения является самой, самой быстрорастущей, самой быстроразвивающейся в мире. От 2 до 8 процентов прибавки участников, родителей и детей именно на семейное образование. Ну что же, конечно, флагман — это США. Вот нам сказали, что более 3 процентов было в 2020 году. Вот я нашла такие статистические цифры, менее процента, именно чистые на семейном форме образования. Ну я думаю, что да, что-то похожее, ближе вот до 5 процентов в нашей стране — это правда уже. Ну то есть, может быть, это не массовое ещё явление, но уже заметное для нашей страны. В США — это самое, больше всего детей, они флагман нашего семейного образования. У них эта форма образования приветствуется легализованно с 70-х годов. Находится порядка 2 миллиона детей. И у них приветствуется обучение каждое своё, а собираются на праздники, на мероприятия, на детские спектакли, на спортивные праздники, когда целая там ассоциация даже адвокатов, которая поддерживает, сопровождает таких хоум-скулеров. В Канаде примерно 1-2 процента обучается на дому. И что в нашей стране оказалось недостижимым, Канада выплачивает компенсацию за то, что родители занимаются обучением своих детей, но проверяет качество. Это то, что много раз родители подавали в многих регионах, пытались добиться этих выплат, которые с заявлением о переходе на семейное образование от школы уходят, но родители не приходят. Вот в Канаде это всё-таки сделали. У нас выплачивается только, был опыт в Перми, в нашем регионе, но это на усмотрение региональной администрации. В Великобритании тоже в Англии популярен, но как для той прослойки населения, которые не могут оплатить качественное образование. И в Чехии тоже не так много получают детей на семейное образование. Вы видите, что и в Испании, и во Франции они все есть, эти дети, в легальной форме получения. Но есть часть стран, Германия и так далее, где обязательно посещение школы, иначе это штраф. Более того, даже заявление о лишении прав. То есть опека не только в нашей стране не дремлет, но и, в частности, еще в ряде стран. Итак, у нас есть страны, которые прямо категорически не разрешают обучение на дому. Германия, вот мы с вами привели пример, Азербайджан, Армения, из наших леших соседей, Албания, Андорра, Беларусь, Бразилия, Куба, Кибер, Сальвадор и так далее. То есть наша все-таки страна достаточно лояльно и легально относится к тому, что дети могут учиться получать образование в семейной форме с помощью семьи и родителей. Что действительно по-другому в разных, в многих странах других. Итак, исследователи, которые пристально рассматривали семейное образование, говорят о том, что демографическое, конечно, результат, где многодетные в основном выбирают семьи, это семейная форма образования, для того, чтобы семьи укреплялись, сплачивались, и были единомышленниками. То есть оградить семью, своих детей от негативного влияния сверстников, несущих другие взгляды на мир и жизнь. А также исследования были направлены на академические, собственно, знания, результаты и эмоционально эффективные результаты обучения. Что же касается нашей страны. пока мы говорим о законах, напишите, задумывались ли вы или имеете уже опыт проба пера в своей чате для своих детей, или встречались вы, так как вот и родители, и дети, или только задумывались, и почему вы задумываетесь, какая у вас причина, оградить от сверстников негативного влияния, или укрепить семью, сплочения так называемой семьи, укрепить такое единение. Почему вы думаете о том, что семейное образование, присматривайтесь к нему, все-таки оно, может быть, и для вас. Не говорю, что точно для вас, но, может быть, и для вас. Итак, наши юридические основания, аспекты, риски в то же время. Еще в лохматом году, в 90-м каком-то, эта форма была закреплена как право родителей самих выбирать обучение для ребенка. в ту или иную форму. Затем было уточнение, вот в 63-й статье закона по образованию, что действительно есть формы внутри учреждения и вне учреждения. Затем еще было уточнение, что непосредственно было принято письмо 13-го года, как порядок перехода на эту форму обучения детей. Но и здесь важный момент, чтобы мы все с вами понимали, что в этом же письме 10-15 указано, что есть статья 58-я о том, что если мы не справляемся с семейными обязанностями подачи хорошего качественного образования, а школа нас проверит, то по этой 58-й статье мы должны вернуть ребенка в школу. И поэтому, конечно, юридические аспекты как бы на стороне ребенка, но школы проверяют детей-семейников с пристрастием. Зачастую проявляют требования к детям-семейникам намного выше, чем те, которые учатся на очной форме обучения. Итак, две формы, как я сказала, очная в организации и вне организации. Так, ну в организации очная, то, как мы сами ходили в школу, то, что в принципе вековая традиция. Каждый день звенит звонок, мы собираемся, ребеночка отпускаем, там сама организация все устроит, все сделает, а мы только должны выполнять ее требования и ходить в школу каждый день. Очная, заочная, это мы обсудим, и заочная, чаще их ну смешивают, скажем так, не путают, но все-таки смешивают с семейной. И вне организации, это семейная форма, когда получают образование непосредственно в семье, семья несет ответственность. И самообразование, когда заявление пишет ребенок уже, скажу по своему опыту, вот здесь в чатах мы пишем, что при болезнях детей, когда ребенок, что-то с ним случилось, такое, или это хронические там часто болеющие дети, или, вот как в моем случае, ребенок был травмирован, то в 10-11 классе, в 10-м классе, в частности, был мой ребенок, не точно имел свой паспорт, мы пытались в департаменте написать на самообразование заявление, и у нас его отклонили. По-прежнему я писала заявление как родитель на семейную форму образования вот на полгода. Так, так, рассмотрим подробно каждую форму. Вот очная, самая для нас традиционная, все мы ее хорошо знаем, все понимаем, школа сама здесь определит, что важно расписание, нагрузку, количество тех же самых русских и математик в каждом классе, и вообще, нужно ли изучать историю с 5-го класса, или это можно сделать с 7-го, или химию можно изучить с такого-то класса, или с такого-то, а мы только будем таким благодарными потребителями, то есть мы полностью всецело доверяемся в школе. А также требуется соблюдать и подчиняться предложенному регламенту. Также здесь очень интересная форма, индивидуальный план, я знаю, что он широко, ну, не широко, прямо, но все равно очень часто применяется в Петербурге, в Ленинградской области, индивидуальный план. Это все-таки очная форма, но по своему составному плану. Индивидуальный ребенок не ходит в школу каждый день, тем не менее, числится на очной форме обучения. Это все касается, дорогие слушатели, родители, педагоги, коллеги, касается, конечно, финансирования. Вы знаете, что в нашей стороне сейчас подушевое финансирование учреждений образования. Есть ребенок, за ним пришли денежки. Нет ребеночка, за ним денежки ушли. Вот, поэтому этот план индивидуальный спасает тот самый, когда и волки сыты, и овцы целы. Так, очень заочное. В законе описано, что мы можем миксовать эти формы, то есть быть на какой-то предмет, мы ходим, например, на математику уходим, а другие сдаем, самостоятельно изучаем и сдаем. Вот, по факту, конечно, сложно попасть, расписание меняется, вы знаете, школа не обязана вас информировать про это, что изменит расписание, ребенок должен ходить к какому-то конкретному предмету, или только на труды, если они в начальных классах, последние. То есть, такое право у нас есть, а вот форма реализации не всегда удобна. и заочная форма обучения. Ребенок находится все-таки, числится, вы знаете, АСО, РСО и так далее, и за него несет ответственность, за качество его обучения несет ответственность школа, вот, и он аттестовывается по всем предметам. Что же такое семейное образование? Вот как раз у нас появились участники из Петербурга, надеюсь, там подробно расскажут про опыт. Семейное образование. Для этого нужно только написать заявление. Для этого не нужно иметь справку от врача, который подтверждает, что ребенок не может приходить в школу, поэтому к нему должны ходить на дом учителя. Нет, это просто желание родителей, то есть, это их выбор. Затем ребенок отчисляется от школы, зачисляется в качестве экстернат для аттестации временно. Школа не несет ответственность за качество его знаний, но проверяет хорошо в связи с нормативами итоговой аттестации по каждому классу. здесь я часто встречаю родителей, которые на многочисленных сайтах и там сообществах рассказывают о том, что они не обязаны аттестовываться, они могут аттестовываться только в конце начальной школы или там в девятом классе, и школа в связи с этим может чинить разные препятствия. Дело в том, что вот такой прямо непосредственный порядок не прописан в законе. Что делать, если ребенок не аттестовывался за пятый класс, может ли он показать знания за седьмой класс? И поэтому не стоит рисковать, проходя аттестацию изредка. Если вы действительно хорошо занимаетесь, соответственно, к этому подходите, действительно вам не стыдно показать знания ребенка за каждый класс или за каждое полугодие. и ребенок привыкает показывать свои знания, для этого он учится интереснее понимать, что это будет, нет расслабления. С другой стороны, школа держится в некотором, вы не держите ее в неведении, она тоже понимает, что с ребенком. Самообразование то же самое, только пишет заявление ребенок. Я вам рассказала, что такой опыт у меня был и не совсем он был удачным. Хотел сразу разобраться в терминах. Много было баталий, скажем так, и страхов, и тревог, связанных с дистанционным обучением. Вы знаете, что мы все попали в этот локдаун в 2020 году. Это был шок и трепет. Скажу вам, не только для семей, детей, но и для педагогов, и для всей системы образования в целом. Конечно, есть там теория заговора, что нас хотят всех перевести, чтобы снизить качество. Не могу комментировать далеко идущие планы Министерства образования. Тем не менее, дистант это не форма обучения. В законе этого обучения как такового не написано. Ну, скажем пока, тем не менее, не прописано. Дистант, дистанционное обучение, это способ получения знаний. Вы можете дома его учить, с книжкой, с бабушкой, такие факты у нас тоже есть, или пользуясь платформами дистанционного обучения, видеозвонок или ролики. То есть это не форма обучения, это способ, просто способ получения знаний, которые должны как-то в голову ребенка попасть. Ну, и мы с вами сейчас как раз находимся в дистанционном форме общения. Это не значит, что это форма получения образования. Это способ наше взаимодействие. Здесь же хочу сказать о терминах промежуточной аттестации и итоговой аттестации. Итоговая аттестация это 9-11 класс. Все. Все остальное называется промежуточная аттестация. и конечно же хотелось бы ее сдавать в каждый класс. Причины родителей. Конечно, исследования посвящены зарубежным наработкам, но что-то у нас с вами в нашей стране это пересекается. Причины почему же родители думают о переходе в семейное обучение. Здесь у нас в чате уже упоминалось болезни ребенка. Слабое состояние здоровья, которое не подходит для домашнего обучения. Когда врач сказал да, к вам будут приходить на дом врачи. Справка невозможна. Сложно добыть. Поэтому переход в семейное формы обучения для этого ребенка будет выходом. военные переезды. Сюда же хочу добавить родители, которые сейчас работают удаленно, дистанционно. Они не привязаны к местности. И качество жизни семьи на холода могут позволить себе, чтобы улучшить качество жизни семьи, переезжать в теплые края. У нас в опыте есть семья, которые уезжают в Краснодар из моего окружения или еще подальше. Конечно, это семейная форма образования, чтобы ребенок не терял в регулярных занятиях. Еще один повод для родителей. Родители понимают, что их ребенок быстрее осваивает программу или наоборот медленно осваивает программу. То есть не совпадает со средним темпом. Это уже известно с садика. Вы как, я вижу, что много у нас работников дошкольных учреждений, конечно, вы про это уже имеете представление. Вы видите, что один ребенок хорошо думает, он молодец, но он в темпе медленнее. Или наоборот, он ворднеркинт, ему скучнее. Он говорит, я это уже знаю, я это уже знаю. Отрабатывать навыки, которые необходимы для ребенка придется, но темп может быть различным. для этих детей будет семейное образование хорошим выходом. Ну и еще часть не очень приятные слова родителей говорят, что они недовольны качеством нашего образования в школе массово и имеют возможность дать уже ребенку более качественное. часть этих родителей идут в частные школы. В каждом городе и регионе конечно же они есть, но не всем они бывают настолько по карману или там тоже как-то есть свои причины. И поэтому семейное образование это такое среднее между уже и государственной школой и все-таки частной школой. ну и еще последняя причина, которую невозможно не сказать та самая социализация, которая так ратуют педагоги и так хотят по-другому организовать родители это травля в школе, когда ребенок не сработался и не научился быть в коллективе. Что-то в нем такое есть, что вызывает у его сверстников желание дразнить, травить, обижать. Конечно, в последующем стоит с ребенком работать специалисту, но первая скорая помощь такого ребенка, чтобы спасти вот его сейчас, конечно же, забрать сначала из школы. И все эти причины вы можете родителям озвучивать, говорить их, что это вполне легально, если это не блажь родителей, не их такое дань моде или вообще то с компанией за подружкой я пошла и вот теперь все пойдут и я такая же. Подытожим. В общем и целом, если вы можете сами порекомендовать родителям или подумать о своем ребенке, о семейной форме обучения, в следующих причинах. У нас была с вами встреча по детям СДВГ или сейчас часто ко мне обращаются дети с охранным интеллектом, но эмоционально волевая сфера нарушена. Да, они не могут себя организовать или они бегают по классу. У них вообще работа мозга устроена по-другому. Там 3-5 минут, 7 минут и потом необходим отдых, движение, которое сами себя организовывают, невзирая на какие-то рамки правил и приличия принятые в социальной среде школы. Вот для этих детей тоже вы можете рекомендовать более индивидуальный подход, но, к сожалению, из опыта скажу, родители этих детей уже от них тоже подустали и не хотят заниматься ими. То это самой сплоченности семейной, то эмоциональной такой, ну и может быть религиозной, нравственной ценности при общении из родителей не ищут, они хотят наоборот отдать школу, чтобы тоже передохнуть, они с ним устают. Буквально вчера у меня был на консультации такой папа, который говорит, мы на него такие планы имели, мы хотели, чтобы он пошел на борьбу, а он пока бегает по квартире и разбрасывает игрушки, невозможно ничего сказать. Конечно, это дети больше для них индивидуальная форма обучения, семейная форма обучения будет очень хороша. Ну что ж, хочу сказать сразу, что школы, мы как педагоги, по обе стороны баррикад, скажем так, была, я и мама, я и педагог, школы не горят с желанием отпускать детей на семейный форум обучения. Это документы оборот первые, это потери финансирования, вообще это хлопоты. В то же время никто нас не может как родителей ограничить. Здесь вполне прописан известный порядок, когда мы можем подать в департамент заявление, сами определить программу, как мы будем учить, прикрепиться к месту прохождения промежуточной аттестации и маякнуть в школе, что мы да, хотим, уже готовы, давайте повстречаемся. Сюда же хочу отметить массу вариантов онлайн-платформ. Не путайте, это дистант, онлайн-платформа это способ получения знаний. В том же письме приказе 10.15 Министерства образования написано, что аттестация, у нас бесплатно проводится для родителей, потому что мы все граждане Российской Федерации, мы в своей стране, мы можем аттестовываться в рамках закона легально бесплатно. Ну, онлайн-школа просит за это некоторую оплату, большую или маленькую, за это они предлагают вам уроки, ролики, сопровождение и за одну аттестацию в той или иной школе. Она также будет проходить в прикрепленных школах или в центрах семейного образования. Я знаю, что тут хорошие очень в Питере есть московские центры семейного образования, которые аттестовывают этих детей, находящихся на семейном форме образования. но если вы прикрепились к школе, то вы также спокойненько бесплатно проходите аттестацию в муниципальной городской своей школе. о собственном опыте скажу, что так же, как и мама, ну и педагог с такими же динамышленными учителями, у которых дети подходили к школьному возрасту, мы организовали, придумали это семейное сообщество и название, и первый наш класс был из трех человек, трех мамочек-педагогов. Вот. Конечно, динамышленники сейчас у нас разрослись, наше семейное сообщество, вот вы видите, как-то это все получилось так, в общем, мы сами друг другу помогаем учить наших детей, кто-то из мамочек был педагогом по одному предмету, кто-то по другому, и бабушки тоже в ход шли. Мы боремся, конечно, с академическим стрессом. Вот видите, я в качестве Мальвины в одном из годов, дети перед каждым стрессом очень срезом, институционным работой волнуются, и мы стараемся так это преодолеть, чтобы все-таки это было проверка проверка знаний, а не проверка самого человека, хорош он или плохой. Как по опыту американских школ, пусть это звучит не очень красиво, но все-таки мы организуем праздники и мероприятия вне учебной зоны, то есть мы как сообщество родителей непосредственно проводим веселые старты, выезды на природу, чтобы дети учились общаться и родители тоже делились проблемой и находили свою поддержку. Что-то мы взяли из советских методик, что-то мы взяли из еще дореволюционных методик, чтобы наши дети получали хорошее знание. Ну и аттестация наши дети проходят успешно. Да, сначала она была на дому, но сейчас мы как сообщество сгруппировались и вместе снимаем какое-то помещение. Вот вы видите детей. Что же необходимо сказать так как часть наших родителей уже начинает переезжать из места в место те самые нет. Вижу ваши вопросы. Давайте сейчас мы перейдем к предыдущему варианту. Чем наше отличие от семейной и семейной сообщества или частной школы? Очень важный вопрос задала Галина. Хочу на него все-таки ответить. Частная школа, вы уходите из муниципального образования, переходите в такую же организацию, в которой есть свои требования, свой устав, свою организацию, которая сама сделала расчесовку, составила вам расписание. И вы потребитель, который соглашается на эту организацию, переходит к ней выполнять ее требования. Все-таки в семейном сообществе мы все можем влиять на это, если тесованы родители. И это не частная школа. Все наши дети создают аттестации в муниципальных школах. Про то, что это напоминает школу на дому. Это точно школа. Мы проанализили вопросы, которые встречаются у родителей. Это организация, затруднения по организации, затруднения по методикам и затруднения по такому сопровождению юридического такого аспекта. С юридическим аспектом мы разобрались, что это мы пошли, прикрепились к муниципальным школам по месту жительства и прописки и больше с этим как-то не ищем другого. Платформа у нас только очная, то есть у нас дети ходят на очную форму вот сейчас непосредственно. А часть родителей просят сохранить вот это коллективное, маленький коллектив, учет индивидуальных особенностей, которые мы можем в маленьком группе сделать. И по опыту того экстремального опыта, который был у нас в локдауне, когда мы все пришли на Zoom, сейчас у нас имеется возможность для наших же учеников, у нас проучились там какой-то год или два, но родители их сейчас меняют место жительства, соглашаясь с нами, чтобы не рвать с нами отношения, продолжают в видеоформате Zoom, Skype и так далее, как договорятся каждая группа класса учеников продолжать уроки в таком систематизированном значении. Поэтому не совсем поняла комментарий, что значит школа для школы, такой опыт, когда мы главная проблема была для родителей, как подобрать индивидуальную форму и темп для своих детей, да, кто-то из детей был более медленный, кто-то более быстрый, и в маленьком коллективе, подчеркиваю, все-таки мы попробовали с трех, но оптимальное, когда дети учатся общаться, и мы, как взрослые, можем влиять на качество этого общения, поняли, что, например, это примерно около трех, пяти, семи человек для того, чтобы дети и приобрели социальный опыт общаться, и все-таки мы продолжали учитывать в методиках каждую индивидуальную особенность наших учащихся. все-таки, исходя из опыта, мы попробовали на заре наших начала опытов пробовать погружение, когда весь день посвящен одному уроку и как-то по-другому, и модулями, все-таки мы решили классную урочную систему оставить, то есть 40 минут, это хватает в начальной школе, освоить материал, но все-таки сделать перерыв и смену деятельности сохранить. Придержимся мы вот этого системного деятельности подхода, когда дети наши все трогают руками, пробуют, и поэтому все-таки остановились на этом оптимальном опыте. Спасибо вам за вопросы, я вижу, что тема действительно интересная и побуждает вас к активности, поэтому задавайте свои вопросы, у нас сейчас как раз время осталось для того, чтобы на них ответить. Итак, действительно, попробовав обучать детей один на один, мы поняли, что легче, исходя из орг-моментов, все-таки объединяются родители в какие-то маленькие сообщества, по крайней мере в нашем варианте было так. своим опытом я делюсь, не призывая никого к другому или не отрицая важности другого формата, все-таки исходя из того, что у нас в основном группа одиномышленных родителей были все с предобразованием, ну а я как психолог. Все-таки мы собрались в маленькие группы, одна мамочка преподавала труды, что-то мы преподавали другое, это классно очень система в маленьких мини-группах, так мы смогли преодолеть такие методологические вопросы и оставить классную урочную систему. Затем наши дети, так как у нас было уже несколько выпусков, нет, это именно семейное образование, потому что у нас семейное сообщество, именно родители участвуют в этом, мы помогаем как родители друг друга обучать своих детей, просто не я только учу своих детей, а я учу своего и того, а та мамочка учит и своего, и моего. Но, собственно, что это не семейное как один на один, это правда. Был такой опыт, когда дети сидели непосредственно по, прямо вот, у меня в одной комнате, но через, мы почувствовали, что месяца через три они начинают у нас прохлаждаться, то есть для ребенка сложно удерживать еще. может быть, наши были такие дети, может быть, есть дети высокоорганизованные, но вот наши среднестатистические дети не смогли сделать так, чтобы держаться, все-таки они стали расхолаживаться, и поэтому мы стали искать помещение, чтобы отделить дом от обучения. Приветствуем, чтобы в школу нашу на уроке дети ходили в специальной одежде, которую они больше нигде не придерживают, нигде не больше не одевают, чтобы подчеркнуть, опыт поведения именно здесь поведения и система таких социальных отношений. Поэтому все-таки решили ради наших детей пойти по такому форме малых коллективов, помогая друг другу. ну, что ж, наше время с вами заканчивается. Я благодарю вас всех за такое активное участие, было мне очень приятно и с вами поделиться, и вас послушать. Вижу, что тема педагогов волнует, педагогов и родителей очень волнуются, такая возволнованная тема у мамочек. если что-то осталось еще не озвученным в рамках нашей встречи, вы можете задать в мессенджерах, в сетях, которые вопросы, которые вдруг я не увидела в чате по хлопотам. Буду очень рада вам ответить на все ваши интересующие вопросы. Как психолог я сопровождаю семейную форму обучения, успокаиваю родителей, и мы разбираемся, действительно это важная, подходящая форма для вашего ребенка, или это что-то возможно бывает связанное с лично негативным опытом родителей, которые хотят его оградить ребенка от своего, но не всегда это оправдано, не всегда этот опыт математически перенесется на родителей, на детей, на семью, которая у вас будет, на тот коллектив, который попадет в ваш ребенок. И вот разбираться от реальных страхов и мнимых тоже мы помогаем нашим сообществам. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всего вам большое, большое спасибо вам за внимание. Всего доброго. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok